Всех приветствую на своем канале, с вами Аркадий Синия, продолжаю играть в игру под названием Fallen Seeds. Итак, в прошлой части мы остановились на том, что наша миссия была приостановлена, в связи с тем, что один человечек пропал. То есть миссия прерывана, придется возвращаться назад. Но мы решили не возвращаться назад, а решили остаться на планете. Потому что вдруг мы узнали, что на планете есть другие агенты, и о которых никто не говорил, что они тут, и они выполняют какую-то миссию. А в миссии оказалось, что они выполняют миссию о том, что какое-то изготавливают лекарство. И это заинтересовало нас, потому что после одного случая со странниками, мы потеряли людей и сами получили какую-то болезнь от странников. И поэтому нам выгодно оставаться и узнать, что за лекарства, что за странники и как нам вылечить болезнь. И от главного героя мы еще узнаем то, что возможно ему осталось совсем недолго. Что ж, мы сейчас находимся в оффлайн-режиме, поэтому Ирида не сможет нам помочь. Хе-хе-хе. Ой, блин, сейчас-сейчас. Хе-хе. Ирида не сможет нам помочь, оказывается. Вот так вот. Но это к лучшему. Тебе мы ориентироваться сами. И нам нужно наконец-то выехать из аэропорта и приехать в город. Хе-хе. Так что, давайте. За углом я нахожу несколько терминалов в планетарной сети. Я имел дело с техникой чими ранее, но во время войны это был, скажем так, весьма однобокий и своеобразный опыт. Я прохожу поближе к одному из терминалов и внимательно его изучаю. Этот прибор не классическая техника чими, а смесь технологий двух народов. Прямоугольный корпус экрана и главиатура кажутся довольно родными, но стебли провода, утыкающиеся в пышную коплю каких-то лиловых лопухов, заключенных в прозрачный матовый шар, не дает забыть, где ты находишься. Устройства чими, даже при всей их внешней схожести с человеческими, основаны на биотехнологиях, а не на полупроводниковой электронике. Интересно, этот терминал каким-то образом соединяет в себе оба технологических подхода или является искусственной имитацией для имперских туристов? Но если внешний дизайн прибора еще и был похож на что-то привычное землянам, то интерфейс управления оказался на языке стаи, без возможности переключения на что-то более привычное или понятное. К счастью, моих познаний в уфовите чими с гехом пополам хватает для бытовых нужд. И кое-как сориентировавшись в интерфейсе, я ввожу поисковый запрос в систему поиска жилья. К сожалению, в данной ценовой категории отели не осталось. К сожалению, ни в какой ценовой категории отели не осталось. Могу показать варианты размещения люкс-класса. Даже с моими командировочными, несколько приумноженными частым посещением казино, я не могу себе это позволить. Так и вроде мы в казино вроде как и приумножили, и потеряли. Вроде мы остались при той же сумме, если не ошибаюсь. Вдруг рядом возникает люкс-класса. Ой, снова привет. Ой, снова привет. А что ты делаешь? Блин, уже не надо озвучивать. Спасибо. Пытаюсь купить жилье, как ты видишь. Она без церемонии заглядывает ко мне через плечо, а затем выпаливает на одном дыхании. Хм... Ха, жилье ищешь? Ах да, сейчас день... Ведь высокий сезон, нужно было бронировать гостиницу заранее. Но, возможно, тебя заинтересуют предложения частного сектора. Их нет в этом дворадском терминале. Такие предложения доступны только по личной рекомендации. Они чуть дороже. Но нужно поддерживать смелых местных подпринимателей в борьбе с бизнес-конгломератами. И, наконец, завершив эту тираду... А, извините, и, наконец, завершив эту тираду, она замолкает и расплывается в широченно довольной улыбке. Хотя я не в курсе, про какие конгломераты она говорит, подозреваю, что ситуация тут такая же, как и в любом другом месте, переживающем туристический бум. Крупный бизнес на перегонке застраивает всю инфраструктуру для отдыхающих. Но предложение все равно не поспевает за спросом. Как бы то ни было, мне нравятся задорные настроения, и я решаю ей подыграть. Как истинный анти-глобалист, я с радостью оставлю свои деньги в карманах местных жителей. Но все же прошу учесть, что я не слишком богатый имперец. Ну вот. Ну и ну. А это, думаю, вы все толст суммы. Похоже, это ее сильно расстроило. Но затем она вспоминает про мое недавнее выступление в казино. А во время игры мне показалось, что мне это у тебя точно найдется. Тут же она снова одаряет меня улыбкой до ушей. В общем, не переживай. За то, что ты мне помог, я расскажу тебе про отличный вариант с довольно дешевой комнатой в гостевом доме. Прекрасные, гостеприимные, милейшие хозяева заведут самым уютным домашним отельем во всем округе. А, заведуют. Заведут. В твоей комнате будет отдельный выход сад. Там столько удобств. Любой бы был рад оказаться на твоем месте. Хотя сейчас там некоторые проблемы с районом, но... Что за проблемы? Аномальная зона сразу за границей района и рядом комплекс с лабораторией. Идеально произносится мысль в моей голове, но внешне я остаюсь невозмутим. Подорговаться? Так, цена-то не сказана, я бы мог сбить. Так, сейчас. Сколько у меня монет? Статус. У меня 477 монет. А это означает... Что это означает? Так, с психиками все хорошо и со здоровьем все хорошо. Давайте-ка... Ай, была не была, может заработаем. Согласимся, а то вдруг предложение упустим. Причем выгодно рядом с лабораторией, где возможно производят какое-то лекарство. Плюс рядом с зоной. Это то, что нам нужно. Соглашаемся. И немного помявшись для профорумы, я принимаю это щедрое предложение. Я бы заселился там для начала. На неделю. А? Так мало? Ладно, держи. Вот я тебе записал адрес. Скажешь что от меня? Спасибо. Она достает из склада куртки и протягивает мне помятый рекламный буклет с нарисованным отруким логотипом и адресом. Ха. А че, неплохое место? Такое немножко в азиатском стиле. А че, ну я иду по крыше. Хе-хе-хе. Точно азиат. Через агменты я тут же копирую текст и передаю Ириде. Но прежде чем я успеваю вернуть Лиле в эту импровизированную рекламу... А. Та уже бутым шагом идет прочь. Широко размахивая руками, мне на прощание. Пока-пока. Пока. Хе-хе. Некоторое время я кручу эту бумажку у себя в руках, разглядывая со всех сторон. Судя по ее потертому виду, она явно провела в карманах Лиле долгое время. На ум напрашиваются определенные выводы, но я пока вы прочитаете их не озвучить. Она мне нравится. У этой девчонки есть деловая хватка. Да, она явно живет на высокой скоростях. Как-то очень неудачно все складывается, и находишь... Рановато включаешь паранойю. Я пока не вижу тут ничего, вбивающее за рамки стандартной статистической модели вероятности. Надеюсь, отклонение от сети не сказалось на твоих аналитических способностях. Обижай. Барент. Обижаешь. Все тут. Никаких облачных вычислений. Она бьет себя указательным пальцем по лбу. Прости, я хотел сказать тут. Она стучит по лбу мне. Ну, раз так, и вопрос же ли ему лажен, пора отправиться на поиски Самиры. И как ты собираешься это сделать? Ну, поскольку у меня нет ее контактов, мне кажется, стоит наведаться прямиком к нему на работу. Что думаешь? Думаю, что это довольно глупо и рискованно. Это же все-таки секретный НИИ, или что-то в этом роде. Что ж. Но с тобой же по-другому не бывает, так что я привыкла. Вернувшись на площадь перед залом прилета, я глядываюсь по сторонам. Я вскоре замечаю несколько желтых глайдеров. Такси! Одна из машин тут же откликается на призыв и подлетает ко мне. Я отмечаю, что, как и в случае с терминалом, несмотря на всю внешнюю схожесть с обычной человеческой машиной, этот глайдер – продукт местных биотехнологий. Не удивлюсь, если вообще оказывается, что машина – разумное существо. Интересно, при всех возможностях биотехники, в некоторых аспектах чимии как будто специально копируют предметы чешской культуры. Имперские пропагандисты незаметно заявили бы, что это прекрасное доказательство превосходства земной науки и инженерии. Но мне кажется, что причина кроется в чем-то другом. Я делаю мысленную пометку, что стоит на досуге обдумать это поподробнее. И более не мешко, открывая дверь транспортного средства и сожжусь внутрь. И с удивлением того же, что за рулем такси с чейком... Добро пожаловать! Хе, добро пожаловать. Куда едем? Ого, такси с водителем? Эта планета все временем удивляет. Эм, не волнуйтесь, это нисколько не скажется на качестве вашей поездки. Весь этой машина все равно будет автопилот. Считайте меня подстраховкой для непредвиденных ситуаций. Каких ситуаций? А я тут случай, если вы заскушаете в дороге, и вам потребуется собеседник. Представьте, что я ваш личный вид. Прошу прощения, где мой манера наразал дым? Все это звучит подозрительно. Какие тут могут быть непредвиденные ситуации? Хотя, возможно, так на планете решают проблему безработицы. Придумаю бессмысленные вакансии для тех, кого заменила автоматика. А я Джон Ли. Что ж, отлично, Дин. Тогда держим путь на это место. Я показываю этот адрес на экране коммуникатора. Дин совершает какие-то манипуляции на приборной панели. И такси плавно взлетает. А в эту часть города, я думаю, все туристы едут сразу на набережную. Или это не турист? Так, а здесь нужно ли поменять тему, что, типа, главное, чтобы меня не раскрыли? Хотя, нужно поменять тему, верно, а то немножко разболтнем лишнего. Самый настоящий турист и обязательно поедет на набережную. Но потом. А что еще посоветуйте посмотреть в вашем городе? О, у нас тут на любой вкус и цвет. Активный отдых, пассивный отдых, для души, для тела. Зависит от того, от чего сами хотите. Он посмотрел на меня, оценивающе, и, видимо, отнес меня к категории любителей активного отдыха, что мне определенно по стилам. Вы обязательно посетите Южный и Тикит Лаж. Также рекомендую вам попробовать водные лыжи, грязовые ванны, комнатная дорога, канатная дорога. Дорога, правда, может и не работать из-за этой проклятой аномальной зоны. Причем вы? Вы не знаете, ультар был настоящим райским галком, пока не пришли в ученые и не разворошили этот ультар. И БАМ! Огромная территория заряжена и закрыта для посещения. Эх... Наша жизнь кардинально изменилась в худшую сторону. Простые ультарцы теряют работу. Целые районы один за другим обещадываются. А ученые, зная, сидят там в своем научном центре и в устнаде не думают. Ха... Можно подумать, что эти ученые причины появления аномалии, а не наоборот. Хотя, наверное, многим обывателям свойство подменять причину следствия. Особенно учитывая, что власти не особо жалуют ликбез по этому вопросу. Аномальная зона и этот центр научный заботит правительство больше, чем правительство граждане. А ток от этой лаборатории ноль. Чего там делают, а одной богине известно. Аномалия расширяется и уже дошла до города. А главное, за все эти годы умники никакого внятного объяснения нами не дали. Напределись, что это брус радиации из гидропланеты. Но это же полная чушь. Там творятся такие странные вещи, что никакой радиации это не объяснить. Говорят, чем глубже зону, тем страннее. На границе с городом пока не опасно. Но это пока. Вы об этом вряд ли услышите по новостям. Но там регулярно нападают чьими люди. Прошу вас. Лучше даже находиться рядом с зоной. И уже поглядя на мать, не пытайтесь сюда вы пробраться. Поверьте, обычному трудяги. Мы народ уже научились не замечать аномалии. Надеюсь, что и у вас получится. Дин расплывается в добродушной улыбке. Я отвечаю ему тем же. Что ж, судя по слову охотливости, он честно отрабатывает свой хлеб. Прекрасная возможность получить... Получше узнать обстановку на планете. Думаю я и выг... Думаю я и вы... Думаю я и выглядываю в окно. Такси летит на небольшой высоте вдоль Меррика. Мы приближаемся к городу, который раскинулся по... На пологом... На пологом горном склоне. Уходящем в море. Ну если честно, меня вот немножко вот это смущает. Походу это какие-то растения что ли? Или просто типа как... Как скалы что ли? Просто немножко так выбивается, как будто это знаете... Кто-то ходит. Но судя по всему это и есть живые существа. На четырех ложках. И они идут куда-то. Как дикие звери гигантские. Хе-хе-хе. Может на Ультаре всегда превышаться его цельные беспокойства. И те скромные радости, которые дарит нам наша солнечная зеленая планета. Поэтому нам и удалось избегать всех бег последних галактических войн. Всей этой политики. Так что я эту аномалию как-то переживаю. Пока Дин продолжает рассказывать о всех возможностях Ультара. О которых я уже слышал на корне. Мы влетаем в город. Да чисто Азия. Да вы посмотрите, чисто Азия. Азиатская культура. Китай, Япония, Корея. Сравнив все чем угодно. Но это на это похоже. Вы меня не переубедите. Кажись... Создание Ультара вдохновляясь как раз таки Азии. Только попробуйте сказать обратно. Я вижу свои глаза. Я разглядываю мелькающие такси и разосветные крыши невысоких домов, утопающих зелень, и их братьев исполинов, устремленных ввысь. Фея Гастин небоскреб. Как, ну знаете... Как такой монумент такой высокий. Обелиск. Вот там 100% либо богатей живет, либо там правительство. Но по-другому не бывает же. Че он тут? Да он похожий на елочку. Ну это автодорога. По-любому там катается на больших скоростях. 24 часа на 7. Не, все-таки небоскребы без окон, это как-то... Ну вот здесь вот хотя бы видны окошки, а здесь... Как будто это потертости. Я думаю, это окошки, но... Как-то смущает то, что их тут мало. Архитектура? Да. Ну а то вот деревья, похожие на саку. Такие вот розовые. Ну 100% в Японии лучше. За своим Токио, наверное, вдохновились как раз-таки Токио. Небоскребы, дома... И похоже, сам дворец императора. Из медиативного созерцания меня выводит испуганный возглаздина. Ого-го, шенки! Неожиданно раздает низкий раскрестый гул, в связи которым до такси долетает ударная волна. Одновременно с этим городом включаются опорящие светофоры, а в такси автопилот. Машина начинает крениться навык и опасно ускоряясь стремиться к земле. Вот тебе и покатались. Я инстинктивно вжимаюсь в кресло, но что я могу сделать в этой ситуации? Но к нашему общему счастью, Дин успевает перехватить управление, и такси чудом не разливается, а лишь зацепив какую-то вывеску на доме, плюхается по середине дороги. Посадка была жесткой, лишь чудом никто не пострадал. Отправившись... Отправившись от шока, я смотрю на Дина. У него шерсть дыбом стала от ужаса, и он тяжело дышит. Но в целом, безусловно, стоит позавидовать его способностям правильно реагировать в экстренной ситуации. С вами все в порядке? Что это было? Звук моего голоса вводит его из оцепенения, и он начинает громко и нервно смеяться. Ха-ха! Ха-ха-ха! Пронесло, так пронесло. Ха-ха! Черт! А я только нахвалил, что он тут начало нагрозить. Ну, пронесло. Вот и живой владыцик прикладился. Вот это удача! Вот и причина возрождения почти забытой верафессии. Вдень внезапно выскакивает наружу, и начинает разгадывать повышение машины. Я выхожу следом. Все! Теперь вы меня чисто не перебедите. Это дохреной Японии. Врачей Токио. Кто уж мне не говорил. А вот эти символы, они очень похожи на катакану. Катакану же, да? Такие вот прямые линии. Такие вот тут-тут-тут-тут. Кружочки могут быть. Вот такие вот линии. То есть простые символы. А че, грудка сивой? Да, придется тут кое-что пододать. Я глядываюсь по сторонам. Мы приземлились прямо посреди перекрестка на одной из улиц. Вокруг царит самотуха из-за внезапного отключения. Где-то я замечаю еще несколько мерок у Киховарей, экстренно приземлившихся глайдеров, подобно нашему. Но паники в целом не наблюдается. Такое ощущение, что для местных жителей подобное событие не является чем-то из ряда вон выходящим. Кто-то из чьими разглядывает поврежденную вывеску. Другие подбегают к нам и спрашивают, нужна ли помощь. Но Дина отмахивается. Что это вообще-то такое было? И часто это происходит? Мой вопрос отрывает Дина от задумчивого созерцания поврежденного бампера. Хм... Это вопрос из аномалии. Волна, как мы ее называем. Волна? Говорят, что это эхо события, из-за которого возникла зона. Хотя я бы этим байком не верю. Ученые уверяют, что она совершенно не опасна для здоровья. И было бы замечательно, если они не соврали Хаттабы про это. Но вот помехи в работе техники это волна. Новоды такие, что мама не горит. И часто такое бывает. Не то, чтобы очень, но чаще, чем хотелось бы. Вообще, обычно эти волосы не создают столько проблем. А такого, чтобы полгода обесточилось, как сейчас. Я не припомнился. Так-так. Так-так. Боюсь, мы далеко не продвинемся со сломанной машиной. Я могу как-то помочь. Если только хотите помочь скоротное время в ожидании дорожной инспекции. Не волнуйтесь, страховая прокурорция расход. Эх... Сожидает, что ваша палец так прорвалась. Не переживайте. Мне ужасно повезло, что вы были за рулем. Но дальше я, пожалуй, пойду пешком. На-на-на. Подождите. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Паспорта я Хаттабы вам карту города дам. Он заныривает на корпус и салон и тут же достает огромную бумажную карту, сложенную в несколько раз, и протягивает в небо. Я несколько удивляюсь такому анархизму, но с благодарностью принимаю ее, несмотря на ехидное хихиканье Ириды у меня в ухе. Она выглядит немного потрепанной, но в целом может сослужить добрую службу. При случае стоит ее сравнить с... Стоит сравнить ее с карты Ириды. Спасибо огромное, Дин. Вы мой спаситель. И откланившись, я отправляю... Отправляюсь в пеший путь в направлении Нии. Нутром чувствую, что это все какие-то очень нехорошие совпадения. Надеюсь, что мне удастся отыскать Самира, прежде чем события примут крутой поворот. Здание Нии стоит на окраде города, на высоком холме, и путь к нему тянется по длинному, двухполосному, петлящему серпантин. Фига, Сеславички. Короче, жизнь на холме это был ни дворец, ни замок, ни правительство, а это... дом ученых, научно-исследовательский институт. Точнее, это даже не одно здание, а целый корпус в стиле классической архитектуры стаи, но явно свежей постройки. Я заприметил его издалека, но, как это часто бывает с объектами, на возвышенности, путь до него занял гораздо больше времени, чем я предполагал. Когда я спрощался с Дином, солнце было еще низко над горизонтом, а теперь оно уже в зените, и яростно печет мне макушку. Сутки здесь несколько, я помню, не сильно отличаются по продолжительности от земных. Значит, сколько я сюда топаю? Час, два, по ощущению, все три. Судя по карте, прямо за кампусом начинается зона аномалии. Что интересно, стоило мне покинуть город и начать взбираться в гору, мне не встретились ни души. Видимо, местные правда сторонятся с этого места. Наконец-то, Кейс, Серпатин делает еще один поворот и вводит меня на небольшую площадку прямо у входа на территорию. Да уж. Да уж, да уж. Взматывающая прогулочка. Ну, давай, поднажми. Подумаешь, они решили построить свой институт на горе. Тебе легко говорить. У тебя-то и ног настоящих нет. А мне пришлось пешком, жарясь на солнце и карабкаться на эту гору. Хм. Не завидую. Если бы у тебя не было ног, тебе бы было бы еще сложнее сюда попасть. Ладно, надо покинуть, надо прикинуть, как попасть внутрь. Туристам они вряд ли будут рады. Думаю, стоит поискать дверь. Ох уж эти, ох уж этот твой алгоритмический юмор. Прямо потом направо, а затем налево. Идти направо кажется безумием, но других френдов у меня нет. Что ж, будем импровизировать и, возможно, авария, вызванная волной, сыграет мне на руку. Немного предохнув, я, следуя точным указаниям Ириды, отправляюсь ко входу. За автоматически открывающейся дверь главного хода я обнаруживаю просторный холм с турникетами. Здесь тихо и прохладно. Это крайне приятно после парящего зноя на улице. Как и снаружи, тут никого нет. А оглядевшись, я замечаю лишь пустующую стойку ресепшена и терминал, похожие на те, что были на космопорте. Только этот обесточен, видимо, из-за аварии. Но когда я уже был собираясь... А, блин. Но когда я уже было собираясь перемахнуть через турникет, путь мне перекажет не весь откуда взявшись охранения. Молодой человек! Молодой человек! Молодой человек! Стойте! Вы куда? Искренне удивляюсь его навыкам бесшумного перемещения. Я протягиваю ему свой поддельный айди, который меня снабдил из-за. Простите, но не заметил вас. Я коллега Самир Лэнсо. Прибыл сегодня из-за Харна. Так-так... Так-так... Совершенно необязательно через барьер стигать. Свиду этой легенд. По идее ученая степень имеется. А ведете себя как школьник? Так-с... Давай посмотрим. Вам назначено? степень. берет мою идею и отправляется к стойке, на которой высится кипа, разосветных листов бумаги или что-чим используют вместо нее. Что-то не вижу на вас заявочку. Как кстати, это отключение. охранник охранник принимает медленно рыться бумажка. Он делает это так серьезно и сосредоточено, что напоминает мне земного бюрократа из какого-нибудь замш... замшевого департамента по выдаче справок и разрешений. Давя в мешок, я думаю, что есть все-таки некие универсальные константы в нашей вселенной. Тем не менее, мне нужно подумать, как его перекидрить, иначе моя миссия может закончиться еще до начала. Варианты решения варьируются от кровавых до наивных, но элегантного решения я найти не могу. И тут настроченом со стороны внутренней территории заходит девушка Чими в белом халате. Кажется, это рыжеволос незаконка мой шанс. Обычный человек, возможно, не заметил бы многих деталей, но мне достаточно одного взгляда, чтобы понять ситуацию. Лабораторный халат не по размеру, явно уколот одолжил. Ботинки со следами свежей грязи, которые нельзя так запать качаться в коридорах лаборатории. И карта бейдж на груди, на которой написано Трррр Лада Доктор Лада Дебич. Слишком челюсть скребет и чими. А главное, в ее движениях я чувствую неуверенность и дернень, словно у мелкого вора, совершающего свою первую кражу. Такие вещи чувствуешь подкоркой. Если хотите, назовите это профессиональной интуицией. Как бы она ни была, незнакомка явно не та, за кого себя подают. такова вероятность того, что два авантюристов встретятся на похоронной секретном ании. Примерно такая же, как вероятность попасть в пули в другую пулю. Хотя, если дело происходит на стрельбище, как бы то ни было, я могу обратить эту ситуацию себе на пользу. И у меня уже созрели два плана действий. Можно создать ее охраннику, и пока внимание будет приковано к фальшим индуктору наук, попробовать прошугнуть мимо. Или можно попытаться убедить ее подыграть мне, шантажевое раскрытие. Ведь когда лжет один, это обман, а когда двое, это уже мнение большинства. Каждый из вариантов может не сработать, но попробовать стоит. Итак, что же мне предпринять? Хм. Ну если мы правым, то это означает лишь только одно, что она подыграет нам в случае чего. А если мы не правы, мы можем только ее задержать у охранника. Давайте заставим подыграть. А раз так, то мы с тобой в одной лодке, и тебе придется мне помочь. Привет, ладочка, это я, Джунли, приехал к вам из Бархановского филиала. Мой выбор ставит ее в замешательство, но быстро оценить ситуацию она порвает. Это вы. Не могу припомнить, где мы с вами виделись. А вы были на конференции на Сояни в прошлом году. Зачем я сказал, ведь я А я ведь и сам никогда не был. Мне кажется, вы что-то путаете. Саяна планета Стая закрыта для землян. Ладочка, мы живем в удивительное время, когда случается многое, что раньше казалось невозможным. Например, кто бы мог подумать, что можно получить докторской степени раньше 50-ти. Однако вам это удалось. Она хмурится, пытаясь незаметно прикрепить лоцканом халата. Но поздно, я попал в яблочко. Сразу было понятно, что она не ученый. Теперь зависит от нее. Поговорим мы вместе или разойдемся по-хорошему. Охранник с недоумением смотрит на нашу пикировку. Я приехал по просьбе Саммерландца. Мы должны были с ним сегодня встретиться. Но из-за этой дурацкого я никак не могу с ним связаться. Вы ведь знаете, Саммерланд, такой красивый брюнет с аристократичными манерами. Извечно рассуждает обо всем в самом уверенном виде. Ах да. Ах да. Конечно, я как раз и видела с ним этим утром. Уважаемый Манис, пропустите его к Санирую, пожалуйста. Да. Но нужна заявка. Но нужна заявка на него. Айдин. Лада прикладывает свой брюш ключ. Кто наникет и пропускает. Проходите, проходите. А у вас ужасная память. Да и вы как? Меня-то не узнали сегодня. Неудивительно, что вы не помните заявку, которую вам оставил саммер. Я меняю эту руну Кет и равняюсь с девушкой. Она присленно смотрит мне в глаза. Буряю меня не мигающим взглядом. Да, впервые он ударит, Джон Ли. Не дождавшись моего ответа, она продолжает. Долго вы планируете у нас побыть? Точнее, как скоро вы отсюда уезжаете? Вообще, я думал в воскресенье возвращаться, но боюсь, что могу задержаться. Смотря как пойдут дела. Да уж чего-чего, а задержаться вам придется минимум на пару недель. Сегодняшний выброс вызвал декогенера... О, эти словечки! Сегодняшний выброс вызвал декогенерацию межзвездочной связи. Деградацию, блин. Лучше было так вот. Ё-моё. О чем, конечно, такой ученый, как вы, не может не знать. Не так ли? Вот это, конечно, неприятная новость. Если это правда, конечно. Само собой, мне все равно хотелось получше изучить эту планету. Но вы сильно не расстраивайтесь, Джон Ли. Вам удивительно свезло застрять на планете именно сейчас. Сможете даже застать главный фейерверк этого года. Не могу сказать, что точно понимаю, что она имеет в виду. Вы про ультарский фестиваль? Я пропоминаю что-то, но разве в этом месяце он проходит? Она хитро щурится. Да, в некотором роде фестиваль. Настоятельно советую насладиться зрелищем. Главное, выберите точку для наблюдения подальше от нее. Тут будет слишком шумно. Она смотрит на меня оценивающим. И слишком людно. Особенно по части ваших сородичей в погонах. Я пропускаю мимо ушей ее угрозы. Если бы она хотела, она задала бы меня сразу. Спасибо за совет. А вы сами где планируете встречать праздник? Это... А это, знаете ли, очень личное. Я бы сказала, семейное торжество. И совершенно не касается случайного нестокомства вроде вас. Кажется, двух недель достаточно, чтобы узнать, что у друга попал ближе. Моислава гоняет ее краску, и она вспыхивает. Да! Еще одна анимация открыта. Ну а как еще? Без этого никак. Вам прямо до главного здания, а потом налево до второго выхода. А вообще вам тут делать нечего. Согласен. Я согласен. Мне тут делать вообще нечего. Понимаешь? Я тут вообще случайный мимоходов. Я обычный турист. Спасибо, Лада. Всего доброго. Надеюсь, что мы еще встретимся. Она демонстративно разворачивается и стремляется к выходу. Охранник сочувственно поджимает вещами. Мне же ничего не остается, кроме как отправиться в противоположную сторону. Я выхожу из здания во внутренний двор кампуса. Что ж, великолепно. Шалость удалась. И достижение получил. Я и не успел его посмотреть. Обычно, если получаешь достижение стим, оно в нижнем правом углу остается подольше. А здесь поза появилась и закрылась. Закрылась. Я даже не успел прочитать за что достижение. Ладно. Давайте-ка вот на этом моменте закончим. С вами был Аркадий. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все пока. До скорой встречи.